Приветствую вас. Немного забудено, как мне показалось, у вас история, потому что... Сперва у вас, одни отношения достаточно драматичные, как я понял, потом начались вторые отношения, где все более-менее нормально, но есть проблемы ревности. Вот, и... как бы, если отвечать на ваш вопрос, вот как вам быть сейчас, да, то я бы вам ответил так. У меня сложилось впечатление, что самое главное для вас в жизни сейчас это парень, мужчины, это отношения, ну, тут я даже вот... не сколько мужчины, сколько именно... не столько мужчины, сколько отношения с нами, да, то есть вот важные отношения. Вот эта фраза, я тоже стал относиться с нервностью к нему, но пытался спасти отношения. Она, мне кажется, применима и здесь тоже, вот. Ну, непосредственно в этой ситуации, вот, мне также кажется, что именно отношения это то, что вам важнее всего, а не сам человек. И, как бы, то, что вы пытаетесь в этом раствориться, то, что вы пытаетесь раствориться в отношениях, то, что вы пытаетесь раствориться в молодом человеке, это вот, наверное, является здесь ключевым моментом. То есть, понимаете, как бы, ничего важнее, ничего важнее этого важнее, это вот первое, да. Второе, это нужно как-то выявить причины, основания для ревности, вот. Потому что, ну, то, что вы ревнуете, это понятно, но нужно понимать, что ревность это симптом, не первая причина, а первая причина, она, ну, она немножко в другом, первая причина. Вот. И, собственно, именно первая причина нужна, а первая причина, в первую очередь, мне, ну, меня интересует. Вот. И это может быть как страх одиночества, это может быть как, ну, желание, там, что-то доказать, да. Это может быть необходимостью опереться на человека, ну, на молодого человека, да, на мужчину. Это могут быть какие-то ещё моменты, но суть в том, что как бы нужно рассмотреть ваше ревность, да, потому что за ревностью стоит ещё, вот. Далее, это собственничество, это собственническое отношение к вам самой, то есть в их приятности с такой вот позиции, да, с позиции собственнической, что я должна быть, там, ну, не знаю, самой-самой, да, я должна быть самой красивой, да, и только тогда меня будут любить, например. Вот. Обратите внимание, что я уверен, ну, как бы уверен в себе, только когда мой парень, допустим, говорит мне, там, какие-то слова. Красивые, ну, хорошие, да, приятные слова. То есть если человек этого не говорит, то я, там, чувствую себя хуже, например. Чувствую себя хуже. Вот. То есть это, ну, как бы, проблема здесь, на мой взгляд. Вот. И вам нужно понять, с чем это, с чем это связано, да. Так, так, что, вот, что, что для вас это значит отношение, а, в принципе, а, ну, какое отношение для вас имеет отношение, а, вот, а, если имеют, вот. А, и, поисследовать это, это, поисследовать эту историю. А, дальше. Вы пытаетесь с редкостью бороться и отвлекаться. Это не очень хорошо, потому что вы ее подавляете, а вам, наоборот, нужно это проживать и лучше понимать, что вы, что вы чувствуете. А, да, да, вот. Дальше. Вы, значит, сравниваете себя. Вот, что, наверное, еще важно, то, что вы, ну, пытаетесь себя сравнивать с, ну, другими. В принципе. То есть вы отрицаете, получается, ну, по факту, да, вы отрицаете свою, ну, свою ценность. Как, ну, как личность, да, как индивидуальность, то есть вы считаете, что вас легко заменят, а также сравнивать с тем, что вы себя не цените. Вот. Что еще можно сказать? Ну, наверное, наверное, это, в целом, ваша ориентированность. То есть, на что вы ориентированы? Ну, вообще, глобально, по жизни. Если потеря... Если вы, там, условно говоря, молодого человека потеряете, да, то что? Что будет? Что произойдет? Что случится? Тогда. Вот. Как бы, что будет? Что для вас это будет, ну, значит, это очень важно. Потому что это один, ну, получается, это один из ваших ведущих мотивов сейчас. Вот. Вы боитесь потеряться. Очень сильно. Ну, как бы, человек. Потому что он вас там определяет. Вот. И нужно вот как-то снижать, да, вот эту вот историю, что он, ну, что он вас определяет. Значит, если вы позволяете человеку себя определять, ну, значит, вы себя цените ниже. Очень многое зависит от того, как вы ведете себя в отношениях, насколько вы там в отношениях свободны, да? Вот. И свободны ли вы вообще? Вот. Ну, именно. Вот. В отношениях, да, насколько вы естественно себя ведете. Ведете ли вы себя естественно вообще? Вот наши, вот наши. Вот. То есть это вот такой, на мой взгляд, достаточно, довольно важный момент, я бы сказал, да? Вот. Там и что. Это на вас влияет. Тоже. К сожалению. К сожалению. Значит, я надеюсь, я надеюсь, что... Вот основная мысль моя, основная мысль, которую я пытаюсь вот до вас донести, вам ясна. Да, как бы. То есть это мысль... Эта мысль именно про то, именно в том, что вы слишком вот сильно зависимы от человека. Вот. И... Ну, вот на данный момент, на данный, на данный момент, вы практически, получается, как бы что... Без него не можете. Без человека вы не можете. Вот. И естественно, это очень тяжело вам. Естественно, тоже очень тяжело, трудно, это... Ну... Практически, практически, это нереально. Вот. И если вы, грубо говоря, пытаетесь, ну, пытаетесь быть лучшей, вот... Вы пытаетесь быть лучшей всех. Вы пытаетесь быть лучшей всех. То... Ну, если ты на мой взгляд, что у вас не получается, что вы не можете быть... Лучше всех. Потому что... Всегда будет кто-то лучше. Это выбор, вот. Знаете, в чем штука-то, как бы... Что выбор делается не вами. Выбор делается другим человеком. И вот, пока другой человек делает выбор, да, выбор быть с вами, например. Ну... Собственно, все более-менее... Хорошо. Вот. А... Если человек примет другое решение, да, если человек... Решит... Там... Грубо говоря... Грубо говоря... С вами не быть... То... Вы тут ничего не поделаете. И получается так, что... Роли другого человека в отношениях вы не принимаете. Это проблема личной границы. Либо я за самое... Самое главное в отношениях. Либо... Вот. Ну... Ни то, ни другое. Не является... А... Как бы... Реальностью. Там... Что... Оба человека устраивают отношения. А вы принимаете тут только... Только свою роль. К сожалению. Вот. И... Я... В этом тоже вижу проблем. Почему вы склонны избегать отношений. Откуда... Там... Берется... Ненависть. Потому что... Вам... Хочется быть в отношениях. Но в то же время... Вам это безумно тяжело. Вот. И... Как бы это... Конечно не может вас не тяготить. И вот идея в том, чтобы... Помочь вас... Вам... Относиться... Более... Свободно... К тому, что... Да... Может быть... Мужина кого-то выберет. Да... Может быть... Будет измен... Да... Это все может быть... Но... Как это... Характеризует... Вас... Вот... На... Что... Нужно... Вам... Обратить... Своё... Внимание... Да... На этом... Все. Я надеюсь, что... Помог вам... Желаю вам... Всего самого доброго... И удачи! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok